Меня зовут Володин Андрей, сейчас я поменяю презентацию. У меня такое завуалированное название, но там, скорее всего, все уже читали описание. Я действительно сегодня буду рассказывать о том, как использовать Swift для разработки под Android. Я просто пару слов сначала скажу вообще, откуда взялся такой кейс и зачем это все. Сразу скажу, что UIKit нельзя, вот это не про это, но Swift настоящий, то есть это не какой-то там альтернативный компилятор типа Silver, который там в .NET компилируется, это прямо настоящий Swift с репозиторием Apple, который работает на нативном Android. Я разработчик игрового движка COS 2D, возможно, многие слышали, возможно, даже кто-то учился по нашим туториалам кодить под iOS. И долгое время нас спонсировала компания стартапа Portable. У них была такая модель, что они на Objective-C написали свою имплементацию Foundation UIKit. И как бы Objective-C сам по себе язык кроссплатформенный, поэтому как бы это позволило компилировать с помощью там плагина для X-кода игры вообще без изменений прямо под Android. То есть, ну, у них была платформа, но спустя там несколько лет они обанкротились, потому что Apple слишком много вносила изменений, и их команда просто не справлялась имплементировать все то, что они добавляли. И в какой-то момент компания просто закрылась, и вместе с ней закрылась поддержка Android. И мы остались с Objective-C движком и чисто под платформой Apple, а как бы когда на рынке есть там Unity, LibGDX и другие игроки, понятное дело, что, ну, как бы далеко с этим не уедешь. Мы пробовали кикстартнуть свифтовый движок на альтернативном компиляторе, но как-то это не зашло. Мы собрали только половину суммы. Я лично к этому не был причастен, этим занимаются другие люди. И в какой-то момент, ну, я начал переписывать движок на свифт, и вот сегодня я расскажу о том, как мы добились того, чтобы скомпилировать движок на настоящем свифте под Android и запустить его в настоящем приложении. Посмотрим, какой у нас сегодня план. Сначала я расскажу о том, как, в принципе, запустить код, который исполняется на устройстве с процессором, ну, и с архитектурой Android. То есть это будет не настоящее приложение, а просто через удаленный shell мы запустим исполняемый файл, который там напишет что-то. Потом мы посмотрим, как я скомпилировал движок сам и запустил, ну, можно сказать, что техно-демку с игрой. Третья часть доклада будет посвящена тому, как взаимодействие организовано между свифтом и джавой, причем в две стороны, то есть как делать вызовы из свифта в джаву, и из джавы в свифт. И посмотрим потом все это вместе, вообще, стоит ли, какие плюсы, какие минусы, перспективы и так далее. Начнем сначала. Первое, что я хочу сразу предупредить, вообще вся вот эта компиляция про Android, это про подбор правильных параметров и флагов компиляторов, поэтому их будет много, и на них смотреть не нужно. Это просто для того, чтобы потом отсюда можно было скопировать и поиграться самому. Презентация больше для того, чтобы ваш глаз цеплялся за что-то. Первое, нам необходимо Linux окружение, потому что только под ним вообще все это можно скомпилировать. На данный момент есть экспериментальная поддержка macOS, но там только статические библиотеки, и это не то, что нам нужно. В официальной документации написано, что поддерживается только Ubuntu 15.10, но мы используем 16.04. Как бы это не совсем поддерживаемый вариант, но там в репозиториях нужны нам инструменты последних версий, которые используются как раз в свифте. Нам потребуется NDK, о нем я поговорю чуть позже. Важно просто то, что его надо скачать с сайта Google, положить к себе куда-нибудь, и все. И мы должны использовать Android API версии 21+. Ну, вряд ли кто-то знает, но там на Android есть градация минимального какого-то API, и вот с каждым версием, вот у нас обновляют iOS, у них обновляют версию API. И нам потребуется настоящий Android девайс. Вот это, конечно, так себе, но на данный момент симуляторы не поддерживаются. Для начала мы устанавливаем из apt-get зависимости самого сборщика свифта. Причем важно, вот в документации указано, что надо поставить CMake, но под 15.10 стоит старая версия CMake, 3.4.3, для свифта на последнем коммите нужна новая, поэтому CMake надо обновить ручками с официального сайта. Скачиваем Android NDK версии R13B, ну, это последняя на данный момент на сайте Google. Скачиваем специальную версию библиотеки LibIconV и ICU. Это низкоуровневая библиотеки для работы с символами, но без них там ничего не скомпилируется, даже если вы не используете строки в своем приложении. Перед тем, как компилировать, нужно сделать две вещи. Во-первых, нам потребуется просто для удобства заэкспортировать пути к папочке syndicate, для того, чтобы мы будем его часто использовать, и к папке, в которой лежит скомпилированная версия вот этих библиотек, о которых я рассказывал. Сам свифт и вот две его корлибы, это LibDispatch и LibFoundation, это очень-таки разнородные системы, потому что Apple что-то заопенсорсило, что-то нет. И там основная проблема в том, что вот сама платформа сборки очень разнородная. Вот сейчас как бы есть движение к тому, чтобы все это собиралось с CMake, но пока что вы можете найти километровые скрипты в репозитории свифте на питоне. Такие же есть в LibDispatch, Foundation, и все собирается своим образом. Но главное, что нужно знать, что в папочке utils лежит специальный билд скрипт, который позволяет вам компилировать нужный вам билд свифта. Ну и в обычном режиме как бы это все, что вам нужно. То есть вы туда передаете, что вам нужен, там Package Manager, Low Level Debug и так далее. Он собирает вам снэпшот, который вот, ну, Apple сама релизит, и вы можете его использовать. Вот эти флаги являются как бы экспериментальными, в документации их нет, но именно их нужно передать в этот билд скрипт, чтобы собрать минимальный компилятор свифта. Занимает это примерно, ну, там, около часа в среднем. Это связано с тем, что C++ очень медленно компилируется, а кода там очень много. Причем Apple свои форки клэнгой и LVM, и все это накладывает определенный отпечаток. Дальше. Обычно, когда мы компилируем что-то, например, под macOS, на macOS, ну, все нормально. А когда мы занимаемся кросс-компиляцией, скажем, мы берем программу и компилируем ее на macOS под Android, то компилятору мы передаем специальную там перемену, она называется sysroot, которая указывает как бы на корневой доступ вот той системы, под которой мы компилируем. Но на данный момент это не поддерживается, поэтому мы должны взять специальный линкер, который Google предоставляет, это специальная версия линкера gold, и сделать символную ссылку к себе в папку userbin. И тут важно. В официальной документации указана только первая строчка, и там вот есть буковки eAbi. Нужно сделать такую же ссылку, только без них, потому что сам компилятор свифта ищет вот по первой, а по второй ищет клэнг, и это потребуется нам, когда мы будем компилировать C и C++ код под Android. Дальше. Меня попросили немножко вводить такой ликбез. Возможно, большинство из вас кто-то знает, но просто всем было комфортно, я просто немножко иногда буду рассказывать о каких-то вещах. Что такое флаги для компилятора? Кто-то из вас, возможно, вообще никогда не компилировал код вне X кода. Так вот, у компиляторов есть настройки, которые позволяют вам модифицировать систему сборки. Первый. Флаг минус L и название библиотеки будет линковать ваш… ну, то, что вы собираете библиотеку там или исполняемый файл, к файлу, который будет начинаться с лип, потом будет идти имя библиотеки, и заканчиваться будет либо на SO под Linux системой, либо на DILI под Darwin системами, то есть macOS и iOS. В X коде вы можете найти такую настройку в Build Settings, она называется Other Link Flex. Дальше. Минус L большое и путь указывает компилятору, где искать библиотеки, которым мы будем линковаться на первом случае. И в X коде это Library Search Paths. Минус A и большое и путь. Для C и C++ кода указывает, где искать хедеры, которые мы инклудим или импортим. И для Swift указывает, где искать специальные файлы Swift Model, которые позволяют нам импортировать готовые библиотеки в наши продукты. Ну и альтернатива в X коде тоже понятна. И D-flag — это флаг припроцессора. Причем здесь важно, что в Swift припроцессорной флаге имеет просто свойство быть либо в наличии, либо нет, в то время как в C и C++ они могут принимать значения там любые. Это важно учитывать. Так вот, первое, что мы делаем, мы записываем в какой-то файл HelloSwift, например, print hello world, и компилируем. Важно, мы для компиляции используем файл Swift-C. Это не тот Swift, если кто-то компилировал под командной строки что-то. Это именно компилятор самого Swift-а. Он ничего не умеет, кроме как компилировать Swift в стиле там GCC или G++ библиотек. Для этого мы передаем им несколько флагов. Это target, под какую систему мы компилируем SDK, где искать, используя наши переменные, которые мы заэкспортили, и два пути, в которых искать библиотеки, с которыми мы будем линковаться. Дальше. Вот предыдущий докладчик рассказывал, что Swift тянет за собой несколько библиотек. Это связано с тем, что Swift не достиг еще ABI стабильности, и в связи с этим мы должны с каждым приложением шипить все его зависимости. В данном случае это библиотека Swift Core, GLC, Remote Mirror. Это внутренние библиотеки самого Swift-а и его рантайма. И помимо всего прочего, нам нужна будет специальная версия библиотеки AC++, которая там собрана специально, чтобы поддерживать это под Android. Вместе с NTK идет пакет утилит в Unix стиле. Одна из них UDB, ADB. И мы ее будем использовать для того, чтобы пересылать наши продукты, которые мы скомпилировали, на устройство. В данном случае мы кладем наш исполняемый файл hello в папочку data.local.tmp. И после этого с помощью команды shell мы ее запускаем. Вот эта переменная, которая объявляется перед запуском, ld.library.ps, она указывает исполняемому файлу, где искать зависимости. Но так как мы положили все зависимости прямо рядом с файлом, то мы просто указываем эту папочку, чтобы он смог подгрузить их, и все запустилось. Ну и после того, как мы это делаем, у нас в консоли на компьютере будет выведена Hello World, хотя этот Hello World будет напечатан на стороне Android. Теперь о том, как же превратить вот это в какое-то реальное приложение, которое можно выпустить в Play Market и так далее. Для начала меня попросили показать, что будет в конце, для того чтобы была какая-то мотивация дослушать. Вот буквально позавчера я добавил поддержку тачскрина из демонстрации в Твиттере. Здесь вот наверху это мой бюджетный LKTL за 5000 на Android и внизу iPhone 7+. Это одна и та же сцена с одним и тем же Swift кодом, который работает на обоих устройствах. Так, посмотрим, что мы хотим вообще, чего хотим добиться. Есть такая утилита Swift Package Manager, про нее я сегодня не буду рассказывать, но в двух словах, для тех, кто не знает, это аналог какого подс, картаж и так далее. Только заточенный под Swift и позволяющий компилировать Swift под любые платформы. Мы хотим, чтобы в сердце проекта лежал именно Swift Package Manager, потому что это на сегодняшний момент самый удобный способ собирать Swift код, особенно с C и C++ кодом, если вы не компилируете под iOS, понятное дело. Потом мы хотим скомпилировать наш, как бы, сам фреймворк, у которого есть зависимости от foundation, это там дополнительные трудности, потому что чисто Swift код, который не зависит от foundation, компилируется гораздо легче, и использовать это в реальном приложении. То есть, как бы, причем постараться не писать код на Java и на C вообще. Быстро посмотрим на структуру проекта. Значит, у движка есть несколько зависимостей, причем все они на разных языках. Вот мы используем библиотеку BGFX, она предоставляет такой абстрактный слой над графическими API, то есть OpenGL, Metal, Vulkan, DirectX и так далее. Для нее мы написали обертку на C и потом еще одну обертку на Swift. Эта обертка и Fiber 2D зависят от библиотеки Swift Math. Это наша собственная имплементация математики для матриц, для векторов. Причем под Darwin платформы, macOS, iOS, она компилируется с CMD инструкциями, то есть мы там получаем профиты от векторизации вычислений. А под JLIPC платформы, это Linux и Android, есть собственные варианты алгоритмов на перемножение матриц и так далее. Дальше мы зависим от библиотеки CPNG, это моя собственная обертка на библиотеку Lib.png, это такая суперклассическая библиотека для загрузки PNG файлов. И Chipmunk 2D это физический движок, который тоже написан на C. У Swift PM на сегодняшний момент есть несколько ограничений, с которыми приходится мириться. Первый из них это то, что в отличие от Xcode нельзя компилировать несколько языков в один таргет. То есть если вы что-то компилируете, у вас должны быть сорсы там только одного языка. Дальше. Нет никаких bridging header. Об этом чуть позже, но как бы в Xcode он делает немножко грязно, он вам дает bridging header, а сам там внутри генерирует из него кое-что другое. А в другую сторону, когда нужно из Objective-C вызвать Swift, там вообще генерируется специальный header, который вы не видите, и вы его включаете в свои Objective-C сорсы. Не поддерживается кастомный лайаут кода, то есть есть определенный регламент того, как сорсы должны быть расположены, должна быть папочка sources или папочка с названием вашего таргета, в ней должны быть, вот они организованы быть определенным образом и так далее. Не поддерживается локальный конфиг, вот эти флаги, про которые я рассказывал, поэтому если, скажем, один ваш пакет требует каких-то флагов, то когда вы зависите от него, вы добавляете эти флаги в компиляцию своего проекта, потому что на сегодняшний момент нет возможности сконфигурировать пакет локально, но это есть в манифесте к четвертому Swift, так что ждем. И не поддерживаются никакие make-файлы и скрипты, поэтому если ваша библиотека слишком сложная, то придется собирать ее отдельно и потом подсовывать при линковке и так далее. Значит, как еще одна заметка, то, что начинается с notes, это ликбез. Что такое module map? Это нововведение, которое произошло с пятой версии кланга. Кланг — это аналог GCC, это frontend для LLVM, ну, компилятор альтернативный для CAC++. В какой-то момент разработчики пришли к тому, что вот include, который, ну, обычно все используют для импорта хеддеров, он, ну, как бы уже ненадежный, увеличивает время компиляции, потому что это, ну, текстовая обработка. Также это немножко хрупкая тема, особенно если вы используете там относительные пути, это может плохо сыграть. Поэтому придумали такую штуку, как модули, которые, как бы, обрабатываются только один раз. Есть специальные файлы вида, ну, с расширением module map. Там используется специальный синтаксис, об этом можно почитать. Но в двух словах вы пишите, какой модуль вы объявляете, какие хеддеры должны быть импортированы в другой модуль, когда вы от него зависите, от чего мы будем линковаться и какие символы мы будем экспортить. Ну, в данном случае мы включаем необходимые нам хеддеры для физического движка, линкуемся к нему и говорим, что Swift'у мы хотим показать все. Теперь про N-DK. Значит, нам нужно понять для начала, как устроено Android-приложение. Дело в том, что, ну, Android-приложения все написаны на Java, без исключения. То есть даже те, которые предоставляют так называемый native activity, на самом деле это просто там встроенный Java-файл, грубо говоря, в котором уже там есть какая-то имплементация, и вы просто зависите от нее. Несколько лет назад там Google показала такой пакет, как Android N-DK, который позволяет вам написать часть вашего приложения на C и C++. Это позиционировалось как возможность для написания там критического кода для перформанса. То есть если у вас что-то очень нужно оптимизировать, и вы не хотите там зависеть от того, как себя поведет сборщик мусора на Java, вы пишите это там на C и C++. Интимно. И, значит, как это происходит вот в обычной жизни, когда мы представляем, что свиста не существует. В Java мы пишем всего одно слово, native, и объявляем там метод. И потом предоставляем имплементацию этого метода у себя в коде на C, и когда мы вызываем его на Java, он на самом деле как бы переводится в нативные ARM-инструкции для каждой архитектуры, ну, там свои MIPS, 8.6 и так далее, и вызывается. Значит, как устроены проекты на N-DK? В папку корневую вашего проекта надо создать папку специальную JNA и положить туда ваши сорсы на C и C++. А также создать специальные файлы Android.mk, которые, ну, в них используется такой же синтаксис, как в обычных make-файлах от GNU, просто есть определенная семантика, там есть заранее определенные переменные, вы туда добавляете ваши сорсы и компилируете. Для этого вы вызываете команду indkbuild, и она как бы рекурсивно обходит весь граф ваших папок вот в этой, ну, в этом фолдере JNA и компилирует все файлы Android.mk, которые можешь найти, и кладет их вам в приложение. А конкретно все собранные библиотеки будут лежать в папке LIPS и потом для каждой архитектуры свои. Там на Android тоже есть разные архитектуры, как и на iOS. И пару слов о том, что мы используем для связи вообще с нативным кодом на Android. Это библиотека SDL, возможно, кто-то слышал. Она предоставляет такой абстрактный лейер над аудио, там, пользовательским вводом, нативными окнами и так далее. Плюс у нее еще есть там куча подбиблиотек, рендереры, загрузчик картинок, там, рендер для шрифтов, но нас все не интересует пока что. И как вообще, ну, изначально SDL предполагает, что вы будете с ней работать. Там есть собранный специального вида проект, в котором уже лежат специальные файлы и существует файл Android.mk, о котором я говорил раньше. И как бы SDL говорит вам, вот вы добавьте сюда вот в этот список свои C и C++ файлы все, и мы это все сами скомпилируем, и все будет хорошо. Но разработчики SDL нам кое-что не говорят, а именно то, что они втайне от нас переопределяют функцию main на SDL main. И проблема заключается в том, что как бы в Swift это изменение не переходит. Во-первых, потому что наш main находится в файле main.swift, а во-вторых, при процессор C действует только для очень простых выражений, а для таких сложных нет. И нам с этим надо что-то делать. И сейчас мы будем понимать, что. Мы хотим, чтобы вот SDL и весь вот этот код, который она предоставляет, и весь Java-код компилировался только один раз. Мы не хотим писать код на C, мы не хотим писать код на Java, мы хотим писать код только на Swift. Для этого нам нужно скомпилировать наш проект как динамическую библиотеку и загружать ее в рантайме на Java. Мы кладем ее в Android проект и в какой-то момент ее подгружаем. И главная задача — это сделать так, чтобы SDL вызвала нашу имплементацию SDL main, а не ту, которую она предполагает, что она там заменила и так далее. Немножко о том, что такое name mangling. Как бы известный факт, что там каждый язык использует свои какие-то нотации для разрешения коллизий символов. То есть, чтобы не создавалось, вот, например, такой простой пример компилятором Swift'а преобразуется вот в это просто для того, чтобы внутри это там добавляет возможности посмотреть, какие там возвращаемые значения, параметры и так далее. И просто для вашего развития есть такая специальная утилита, которая шипится вместе со Swift'ом Swift'demangle, куда вы можете передать заменгленный символ и посмотреть, что это было в оригинале. Так вот, проблема заключается в том, что мы не можем просто напрямую вызвать, сделать так, чтобы сишный код на ISDL вызвал нашу функцию на Swift'е, потому что Swift manglet символы как бы по-своему. И нам для этого нужно что-то сделать. Для этого существует два способа. И оба они недокументированы, ну, как бы считаются небезопасными для использования. Первый — это силджен-нейм. В документации написано, что его вообще нельзя использовать. Он только для внутреннего использования разработчиков компилятора. И раньше он назывался ISM name, но потом там по внутренним причинам сочли это название некорректным. И атрибут Cdecl, ну, который Cdeclaration, отвечает за то, что он может представить вашу функцию так, как будто она написана на C. То есть в интерфейсе конвенция вызова будет такая, которая будет соответствовать вызовам на C. Именно этим мы будем пользоваться. То есть мы объявляем функцию, которая по сигнатуре совпадает с мэйном, то есть которая принимает первый аргумент in32 и второй указатель на чары, но здесь это просто apac pointer, и возвращает in32. И мы специальным атрибутом говорим, что вот она для C будет видна, как isdl main. И этого нам достаточно. Вот эти именованные параметры, которые есть как бы в Swift 3, они уже не будут действовать. То есть эта функция становится как бы функцией вызова по конвенции C. Есть несколько ограничений на такие функции. Они должны быть в топ-левеле, то есть они не могут быть внутри ваших классов, ваших каких-то структур и так далее. Функция должна быть публичной, и она не может бросать, ну, исключения. То есть внутри нее вы можете хендить исключения, но вы не можете бросать их наверх в Java, UFC. Теперь собираем по кусочкам build script, которым будем компилировать наш проект. Первое, что надо понять, что Swift и SwiftC — это не одно и то же, потому что SwiftC — это компилятор чисто файлов на Swift, а Swift — это такая большая комплексная утилита, она называется Swift Build Tool, которая отвечает в том числе за управление проектами на Swift Package Manager. У нее, у этой утилиты Swift, есть несколько параметров, которые мы можем использовать. Это xlinker, xcc и xswiftC. Они нужны для того, чтобы передавать некоторые параметры, и флаги в том числе, ну, нужным вам участникам процесса компиляции. Например, xlinker передает параметры linker, xcc передает параметры clangu для компиляции C и C++, и xswiftC передает параметры Swiftовому компилятору. И важно там понимать, что если у вас есть в том, что вы хотите сделать пробел, то вы должны использовать несколько подряд идущих таких параметров для того, чтобы это все корректно передалось. Первое, что мы делаем, это добавляем все те же флаги, которые использовали и для компиляции Hello Swift. Потом мы добавляем все include paths для наших зависимостей, специфичные для андроида вещи и несколько путей зависимости к foundation. Потом мы говорим, где искать зависимости libdispatch, libfoundation, где искать зависимости для самого андроида и где искать наши библиотеки, которые мы скомпилировали, и это наш движок Fiber2D. И потом мы добавляем флаги компиляции, флаги линковки ко всем библиотекам, которым нужно. Это внутренние библиотеки, низкоуровневые, foundation, dispatch и так далее. Важно еще, чтобы мы скомпилировали SwiftMath без CMD инструкций, потому что CMD инструкции на данный момент недоступны. Apple обещает их заопенсорсить, но пока этого не случилось. И добавляем флаги для кросс-компиляции. Флаг B указывает на то, где лежат скомпилированные бинарники для андроида. Cisroot, о нем я уже рассказывал, это путь, который как бы притворяется корнем системы, под которой мы компилируем. И в итоге вот это выглядит вот так страшно, но вы, в принципе, можете это скопировать, и это должно сработать. К сожалению, все не так просто. Есть некоторые ограничения, с которыми приходится бороться. Первое, проблему заключается в том, что для линковки C и C++ кода с SwiftMath используется клэнг. И все бы ничего, но для корректной линковки нужны некоторые параметры, которые package manager не передает на этапе линковки, из-за чего возникают проблемы. И так как мы делаем это чаще всего в виртуальной машине или в докере, то мы пошли на такой отчаянный шаг, как создать прокси скрипт, который, ну то есть мы подвинули старый клэнг в соседний файл и написали маленький скрипт, который всегда вызывает клэнг как бы вот с параметрами, которые нам нужны, и добавляет к нему те параметры, которые были переданы изначально. Таким образом у нас всегда вызывается компилятор с нужными флагами, но это потом разработчики SwiftPacketManager поправят. Дальше нам нужно скомпилировать, вот после того, как мы это все сделали, мы получили уже код нашего движка, всех его зависимостей и нашей сцены. Ну то есть мы объявили там какие-то объекты игровые, их игровую логику и так далее. И теперь нам остается только сделать так, что мы скомпилировали sdl, скомпилировали main файл и просто слинковались. А линковка нужна для того, чтобы вот sdl main, та функция, которую нам нужно вызвать, ее нашел c код в нашей свифтовой игре. Для этого мы кладем нашу вот новую библиотеку, которую мы скомпилировали, в любой на самом деле фолдер, это не имеет значения, просто для примера я положил ее под папку JNI и dependencies и добавил несколько флагов. То есть мы к ней линкуемся и говорим, где ее искать. После чего запускаем NDK build. И мне пишут KNO, постоянно закрывает часть этого штуки. Ну ладно. NDK build мы запускаем и все это компилируется и работает. Мы сделали несколько изменений в коде sdl, потому что мы используем свой рендерер, а не встроенный. Поэтому мы закомментировали, там убрали весь код, который отвечает за связь JL контента. И используем свои штуки. И здесь важно понимать, что на самом деле можно создать приложение вообще без sdl. Можно написать приложение просто, которое будет работать на Swift и на Java, просто в sdl есть уже какой-то набор абстракций и каких-то инструментов, которые позволяют использовать нативные андроидовские окна и так далее. Вот список зависимостей, которые мы должны будем зашипить вместе с нашим приложением. И кладем мы их в папочку с архитектурой IRM, EAB, BWS, FNA. Ну, я не буду их перечислять. Это зависимости Swift, которые были на моменте компиляции Hello World и все зависимости нашего фреймворка, плюс наше приложение, которое мы скомпилировали. Немножко расскажу о том, какие есть форматы объектного кода. Их самые популярные — это три. PE на Windows, MacO на macOS и iOS и ELF на Linux и Android. Ну и это важно просто знать, что это такой особый формат файлов, в котором хранятся специальные хеддеры, в котором указана, какая архитектура этого бинарника, зачем он используется, какие зависимости у него есть. Ну, вот так вот примерно выглядит формат ELF файла. И здесь очень важно. Загрузка вообще зависимости на Android происходит из Java. Специально для этого есть метод System Load Library. И на пятом Android и позже Java умеет резолвить весь граф зависимости самостоятельно. Но если вы хотите поддерживать, например, старый Android 4.4, то здесь вот в этот массив, где перечислены библиотеки, которые надо подгрузить, вам нужно указать все библиотеки, которые вы использовали, ну вот, которые вы положили, в том порядке, в котором они должны загружаться. То есть вы как бы за линкер должны произвести весь резолвинг и все сюда поставить. Но в пятом Android и позже этого уже не нужно делать. Для того, чтобы из этого кода создать APK, мы просто запускаем в корне утилиту ANT, компилируем ее там, например, в дебаг конфигурации и устанавливаем ее на устройство. Запускаем из Android ланчера обычного, ну то есть просто с устройства, и используем logcat. Это специальный такой инструмент, который как бы, ну это демон, который отслеживает логи на вашем устройстве. И тут важно, нужно использовать NSLog, а не print, потому что print не выводится на данный момент в эти логи, выводится только вывод NSLog. Следующий хак, который необходимо тоже сделать, заключается в том, что Android игнорирует вот ту переменную, которую мы использовали ранее на первом шаге. И в Android, как и в любой операционной системе, уже там встроены какие-то библиотеки, заранее скомпилированы. И проблема заключается в том, что вот LibICU-библиотека с Android шипится старая, которая Swift не поддерживает. И нам надо с этим что-то делать, и как бы, ну потому что Android подгружает в рантайме не то, и из-за этого у нас ничего не запускается. Для этого мы как бы берем наши библиотеки и в бинарнике изменяем их название и название зависимости. То есть мы используем утилиту RPL, которая просто в бинарном файле заменяет одну строку на другую. И здесь важно знать только одно, что в бинарном файле вы можете заменять там все что угодно, в принципе, но главное, чтобы строки оставались одной длины, иначе весь layout поедет. Ну и как бы вот уже комьюнити, которая занимается компиляцией Swift под Android, это уже такой conventional hack, менять букву I просто на S, ну S потому что Swift, и загружать эти зависимости ровно так же. Но все равно ничего не запустится, потому что когда мы откроем наше приложение, все будет падать, и будет ошибка о том, что мы не смогли найти зависимость XML. Для этого мы, ну как бы от XML логично, что может зависеть только foundation, поэтому мы берем специальную утилиту Redelf, вот я рассказывал, что такое ELF несколько слайдов назад, и читаем header libfoundation, и здесь видим следующее. У нас есть две зависимости, которые установлены здесь не по канону, то есть у них после расширения SO есть номер версии. И на Linux, и на Mac это решают с обычными SIM-линками, которые лежат как бы рядом с этими библиотеками, все хорошо, но джавовский линкер не может такое подгружать, поэтому мы опять берем наш RPL и заменяем libxml2 на libxml2.2, ну для того, чтобы сохранить такую же длину строки, и libcurl на libcurl.ll.so тоже по той же причине. Вот. И после этого мы смогли запустить игру, я выложил это в твиттере. Это один и тот же код, который работает, ну в данном версии это macOS демка, и то же самое исполняется на Android-устройстве. И даже вон Крис Леттер поставил лайк. Правда, как это объяснять его последующие поступки, я надеюсь, никак. Теперь третья часть. Третья часть доклада — это Swift и Java. Она короткая, просто для того, чтобы если кто-то заинтересовался, вы не пугались и ничего. Первым делом расскажу, как вообще взаимодействие идет Java и C. И, ну, здесь на самом деле то же самое. То есть мы компилируем наш C-код как библиотеку, загружаем ее в рантайме и вызываем нативные методы, имплементация которых есть в C-коде. Но для того, чтобы это все сработало, используется специальная, очень крутая naming convention, которая выглядит вот так. Это из официальной документации Google. Суть ее заключается в том, что ваши функции на C должны называться определенным образом. Они должны называться со слова Java. Потом должен будет идти путь к файлу в Java, из которого вы вызываете только вместо слэша и должны быть подчеркивания. И дальше название функции. И каждая функция должна первыми двумя аргументами принимать указатель на environment.jni и object, который как бы ее вызывает. То есть вот этот второй аргумент, это будет как бы this из Java. И для того, чтобы опять же нам добиться такого же эффекта в свифте, мы используем уже знакомые нам атрибуты. Это siljaname и cdeclaration. И здесь отдельный плюс в том, что внутри нашего кода мы можем называть наши функции как хотим. Просто добавить к ним атрибуты, которые будут делать специальные названия для этих функций, чтобы они были доступны из Java. Ну и как бы на них накладываются те же самые ограничения. Они должны быть топ-левел, не бросать исключений и все в таком духе. Совет. Если кто-то захочет делать, писать код на свифте там в Vime или в Atome, это очень сложно без автокомплишена. Поэтому как бы хинт такой. Вы берете хеддеры, которые вам как бы шипят Google с NDK, удаляете из них все то, что ругается красным, Xcode, и добавляете их в bridging header. И просто создаете какой-то dummy проект пустой IOS-овский, кладете туда ваш хеддер и делаете bridging, и у вас есть автокомплишен для Java методов. Это очень помогает и ускоряет процесс разработки как бы в разы. Итак, в принципе, вызов из свифта в Java выглядит вот так. Ну, мы сейчас разберем по строчкам, что здесь происходит. Первым аргументом функции передается environment. Это вот наше окружение Java. Грубо говоря, это указатель на виртуальную машину, если так просто. И внутри на самом деле это двойной указатель, поэтому мы его два раза раскрываем через memory-memory. Дальше. Есть специальная документация у Oracle на тему того, как вызывать методы EC в Java. Ну, соответственно, она для нас подходит. Здесь, опять же, используются очень крутые приемы. Значит, вы должны передать как бы имя метода, который вы хотите вызвать, и его сигнатуру. И для сигнатуры есть отдельная документация, но вот в данном случае сигнатура в скобочках a и потом v, это значит, что метод принимает один аргумент int и возвращает void. Но как бы более детально можно ознакомиться, вот эта ссылка кликабельная, так что кому интересно, будет посмотреть. И, ну, как бы сам вызов происходит вот в этом методе, и здесь важно, чтобы все значения, которые вы будете передавать, перед этим были обернуты в специальные структуры jValue. Там есть специальные как бы имплементации, там, jint, jstring и так далее. И если у вас какие-то кастомные объекты, вы гоняете туда-сюда, то вам нужно упаковывать их в jValue. Ну, на этом как бы все. Теперь просто overview. Что круто? Круто то, что это, ну, вот мечта кроссплатформенных разработчиков, code one, run everywhere. То есть вот код, который мы пишем на свифте, он реально как бы один и тот же. Нам не нужно его менять с оглядкой на, ну, там, платформу андроидовскую. Мы пишем его один раз, и это просто работает. Второе — это скорость. То есть, ну, свифт потенциально может быть не медленнее, чем C++, поэтому если у вас какие-то critical performance, есть участки кода, вы можете их переписать на свифт, а не на C++. Он будет надежнее, быстрее, красивее и так далее. И, ну, плюс это сам свифт. Как бы, я не знаю, ну, то есть, скорее всего, большинство из вас здесь присутствующих свифт очень любит, как и я, и это, ну, там, для меня это весомый фактор. И попробовать будущее можно сейчас, но на самом деле все не так радужно, как может показаться. Есть такие вещи, которые могли бы быть лучше. Первое — это overhead размера приложения и связано это с тем, что мы должны шипить все зависимости самого свифта. И как бы вот приложение, которое набито зависимости рантайма свифта и всеми зависимостями нашего фреймворка и там низкоуровневой зависимости, весят 60 мегабайт. Это большая проблема, но она улетучится сразу, как только Google, ну, как только свифт достигнет ABI стабильности, Google сможет просто добавить вот эти все библиотеки в версию операционной системы Android и шипить их вместе с устройствами. На данный момент нельзя компилировать из-под macOS, то есть нужно либо докер разворачивать, который уже мы шипим готовый, то есть вам не нужно делать все то, что я рассказывал, вы можете просто скачать наш докер, запустить одну команду, и все будет работать. Сама компиляция как бы не очень простая, это тоже есть минус. И немножко сложновато делать вещи вот типа встроенных покупок, то есть вот то, что обычно пишется на Java, лучше не пытаться перенести в Swift и оставить это на Java. Вот, как бы это просто совет. И, ну, как бы на данный момент, конечно, можно взять там фритайп, каира, скомпилировать это все под IndyK, и написать свой собственный там рендерер для приложений, но это сложно. Мы используем сейчас GPU-рендерер, ну, на iOS это Metal, на Android это OpenGL. Проблема заключается в том, что вот GPU-рендерер, он не очень подходит для приложений, потому что перерисовывается весь экран, а в приложениях перерисовывается только та часть экрана, в которой происходили изменения. Но при GPU-отрисовке происходит как бы артефакты, поэтому это не очень подходит. Нет поддержки архитектур MIPS, x86 и симуляторов. Ну, это на самом деле не очень большая проблема, и вот, ну, у меня есть знакомые, у которых есть в продакшене приложение на Swift в Google Play Market, и у них все нормально с тем, что они не поддерживают часть архитектур, но это реально там холодильники, компьютеры и так далее. То есть реальных пользователей среди вот этих архитектур не очень много. И на данный момент нет поддержки векторизованных вычислений, то есть ни 7D, ни Neon, но это все камень. И также нет, на данный момент не работает LDB. Он путается почему-то между SAMP инструкциями и ARM инструкциями, и поэтому на данный момент дебажить можно только покрытием принтов и NS-логов. По-другому сейчас вообще никак не работает. Ну, это все. Будет круто, если вы там зайдете на GitHub, поставите нашему фреймворку звездочку, даже если вам это не нужно, потому что мы работаем над тем, чтобы как бы Swift был не только на Apple платформах, а еще где-то. В общем, вот так вот. Спасибо. Спасибо. У кого есть вопросы? Спасибо за доклад, задал жару нам. Вот, знаешь, наверняка есть у Microsoft Project Island, вот когда они портировали части iOS SDK, чтобы запускать под Windows. Не смотрел ли ты, можно ли относительно небольшой крови точно так же и добавить в вашу библиотечку и на Windows? Да, но для этого нам не нужен никакой SDK в Windows. Есть уже специальные люди из Китая, которые портировали компилятор Swift под Windows, и как только я куплю какое-то вменяемое устройство на Windows, у нас будет порт под Windows и под SteamOS. Вот это будет возможно. У кого еще есть вопросы? Привет. Очень здорово. Если на Swift действительно можно будет сразу кросс-платформенные приложения создавать, спасибо. И вопрос, как долго вы к этому приходили, как это поняли вообще с момента идеи и до завершения вот этого всего? Ну, я пишу этот фреймворк с июня. Ну, как бы я съездил на WBDC и понял, что все, типа Objective-C для меня мертв, я уже не хочу больше писать код. Я просто сейчас как бы поддерживаю Кокос 2D, портирую на новые версии, но не более. И проблема заключалась в том, что мы изначально понимали, что нам нужна зависимость от Foundation. И это, ну, как бы мы не хотели ей жертвовать, мы не хотели писать собственную имплементацию для загрузки файлов и так далее. А Foundation зависит от Dispatch. И как бы Dispatch нам сам по себе не нужен, потому что, ну, пока что мы не используем синхронных вычислений. Но Foundation без него не компилируется. И долгое время, ну, не получалось это сделать. И в какой-то момент я там связался с людьми, которые работают в Facebook, и там есть специальные люди, им Facebook как бы платит за то, что они contributed to Swift, то есть у них это входит в Engineering Time. И как только появилась новость о том, что замерзли пиар в Dispatch, о том, что ее можно скомпилировать, я сразу с ним связался, мы стали работать, и где-то два месяца… Ну, то есть изначально я хотел доклад вообще сделать такой детективный, типа я хотел рассказать о том, как мы боролись с ошибками, которые ни о чем не говорят, и все, но получилось так очень много и так очень сложно, поэтому доклад получился такой просто туториал, что нужно сделать. Вот, и это было как бы сложная, такая комплексная история, поэтому, ну, есть его очень интересно, лучше, наверное, лично просто обсудить, потому что долго. Хорошо, у кого еще есть вопросы? Хорошо. Есть таблетки для терпения? Ну, на самом деле таблетка — это просто сам Swift. Вот, ну, типа очень хочется на нем писать везде, и поэтому это… Спасибо за доклад. Правильно я понимаю, что на андроиде ваше приложение запускается со свифтовым foundation, а на ISEE, соответственно… Да, 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 то есть мы можем использовать только тот сабсет foundation на свифта, который имплементирован, то есть, ну, как бы да. И вот от того, что там разные foundation не появляются каких-нибудь… Ну, API же одно и то же. Ну, то есть вы не замечали ничего, что различает? Ну, у нас игровой движок, поэтому мы используем там, ну, сериализаторы XML и там загрузку файлов. Но даже если у вас есть разница в API, вы можете это припроцессорными кусками покрыть и, скажем, на андроиде запускать одно, а на ISEE другое. Ну, да, у нас там полноценный foundation, но только тот сабсет, который работает. Так, у нас осталось время на один последний вопрос. Если у кого-то осталось что-то еще непонятное, то вы можете спросить сейчас, или у нас сейчас будет перерыв, можете подойти и в частном порядке спросить подробности. Вопросов вроде в общем доступе нет, поэтому сейчас буквально 10 минут мы делаем перерыв, потом у нас будет викторина, поэтому не уходите далеко. И... Аплодисменты. 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 Спасибо.